По частям в единое целое. В регионе стартовал проект национального музея под названием Вышитая Чувашия. Мастерицы со всех районов вышивают кусочки карты республики, которые будут собраны в общее полотно. Каждый элемент отличается по цвету, узорам и применяемым технологиям. Это будет не просто вышитая карта республики, а карта чувашской вышивки. Наш корреспондент Надежда Макашина вышивать не пробовала, но после того, как разобралась в этой теме, взяла в руки иглы и нити. Вероника Филиппова, жительница Ядренского района, вышивает уже 18 лет, а за рукоделие и тонкости исполнения чувашской вышивки ей передала бабушка. С малых лет Вероника часами наблюдала за ее работой, а сейчас уже ее творчеством любуются на конкурсах и различных проектах. В прошлом году мастерице вышила деталь сурбана. В этом ей доверили часть карты республики. Карта будет вышита узорами, взятыми с сурбана, с масмака. Там напишем обязательно на чувашском и на русском языке название района. Мы хотим на этой карте оставить, вышить узоры, которые нам передали наши бабушки. Помогает Веронике ее ученица Кристина, которая посещает кружок вышивания с первого класса. Я некоторые узоры первый раз вижу, но Вероника мне все показывает, учит. Я после, как она показала, если не понимаю, еще раз она мне показывает. И я потом все это делаю. За процессом создания карты района следит опытная мастерица Ольга Шмелева. Сейчас ей 75 лет, из которых 42 года она занимается вышивкой. Без иглы и нити Ольга Петровна не представляет своей жизни, считая рукоделие не работой, а отдыхом. Ее знания и опыты вдохновляют и направляют юных мастериц. На эту старину все женщины носили сурбан с масмаком. Это был традиционный наш костюм. И что вот эти узоры сурбана обязательно должны отражаться на карте Ядерницкого района. Да не было никогда, чтобы карту района вышивали. Это что-то новое, конечно. Ну, конечно, все, что вышивкой изображено, это богатство души человека. Как она будет изображать. И это очень ценно, я думаю. В музее Чувашской вышивки хранится первая вышитая карта Чувашской республики, созданная еще в 1937 году. Один свет на все районы и одна технология исполнения. Если ту старую карту вышивали 11 человек и была единая стилистика, то здесь будут вышивать минимум 21 мастериц. И, конечно же, у всех свой стиль. Конечно же, у всех свое мастерство какого уровня. И у нас получится такая большая карта 3 на 3 метра. После того, как кусочки всех районов будут закончены, их объединят в одну карту республики. Оценить старания мастериц можно будет в Чувашском национальном музее 26 ноября, в день Чувашской вышивки. Надежда Макашина, Юлия Адюкова, Павел Ракитин, Игорь Зверев, Республика, Ядринский район.